Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Исполняется 100 лет со дня посадки деревьев в парке Ямка. В 1800 году наводнение смыло плотины, сдерживающие напор разлившейся реки, и в результате образовалось рельефное углубление, именуемое в народе Ямка. Я спускаюсь с улицы Карла Маркса, бывшей улицы Нагорной, поскольку она на горе, в нашу Ямку Петрозаводскую. Кто не знает эту Ямку, столь неблагозвучное название, но даже деловой центр взял название себе Ямка, поскольку, ну как, это, это, это наше любимое место отдыха. Ямка. Искусственного ли она происхождения или природного, а? Какой вопрос любопытный. Ее что, вырыли? Кому это надо было, чтобы ее здесь рыли? Нет, ее никто не рыл. Это в 1800 году было сумасшедшее наводнение. Тогда шли дожди один за другим, все плотины прорвало, и вот это вот все место было залито водой нашей лососинки. Она смыла отсюда все Ванежское озеро, весь тот грунт, весь песок, который здесь находился. И вот это следы реального наводнения. А сейчас мы в результате получили этот изумительный парк, в котором, по свидетельству ботаников, растет 48 видов разного рода деревьев, кустарников. Вы знаете, что здесь, например, каштаны растут? Ну, понятно, что в основном липы, но тут можно и найти каштаны. А липам сколько лет, спросите вы? Знаете, в 30-е годы был по Советскому Союзу брошен клич строить, разбивать парковые зоны, скверы, чтобы наш советский народ отдыхал после тяжелого труда. И вот в данном случае были разбиты у нас вот этот вот парк, и были высажены липы в 30-м году. То есть это, скажем, еще через 15 лет, да, или сколько тут получается, через 10, им будет 100 лет этим липам. Реликтовый лес у нас в нашей ямке. И слава Богу, что, вы знаете, здесь так и не выставлено ни одного пивного ларька. Люди здесь занимаются спортом, женщины с колясками ходят, влюбленные сидят на скамейках. Это изумительнейшее место, наша ямка с множеством деревьев. Вот сейчас вот особенно, надо же, мы вот выбрали время съемок во время этого желтого изумительного леса. Ведь это в центре города были выстроены в это же время. И у Дома культуры железнодорожников, кто помнит, это вот над Первомайским проспектом, и возле храма Александра Невского тоже был сквер разбит. Вот они в одно время вот так вот украсили наш город. Приветствуем нашу чудеснейшую ямку. На горе Воттовара раскрыт секрет древних сейдов. Гора знаменита своими неповторимыми сейдами, о происхождении которых ученые до сих пор спорят. Одни утверждают, что это древние святилища саамов, другие, что их принес ледник. У нас в Карелии полно мистических мест. И одно из них – гора Воттовара, которая находится на северо-западной возвышенности Карелии. Высокая точка, 417 метров над уровнем моря. И это очень важно сказать метраж. Меня спрашивают, как у гида, а какая легенда этой горы? Есть действительно легенда, и я сейчас о ней расскажу. Давным-давно, несколько тысяч лет назад, наверное, тысяч пять назад, пришло первое племя на эту гору. И оно столкнулось с одним потрясающим явлением. Лебеди, которые летели гнездиться на самый север, они летели именно на этой высоте, где-то вот 400 метров. И вот они летят, летят, и над самой горой буквально можно было коснуться их крыла. Настолько низко они пролетали. Люди были потрясены вот этим эффектом. Ведь лебедь – белая птица. Представляете, какой размах крыльев. А это летит целый клин. То есть это было какое-то такое метафизическое ощущение у людей вызывало. Они обожествили лебедей. Они верили в них. Они собирались во время, когда клин прилетал, и потом собирались в то время, когда клин возвращался уже со своими детишками, гнездившимися где-то на берегах Белого моря, когда они летели назад. Но ледник отходил, и новые и новые племена приходили на гору Ваттавара. А для этих племен лебеди не существовали, как некие небесные боги. И, знаете, очень удобно было на них охотиться. Как рыбаку можно было забрасывать сеть. Вот они пролетают, и ты забрасываешь эту сеть, и ты просто ловишь этого лебедя. Первое племя, которое туда поселилось, оно негодовало по этому поводу. Оно начинало битвы с этими людьми, которые сюда приходили. А когда лебеди погибали, они в честь этих погибших лебедей строили сейды. Сейд? Что такое сейд для современного человека? Это большой валун, поставленный на 3-4 маленьких камушка. То есть для них, для саамов, для того вот древнего племени, для них было важно этот валун снизу горы притащить на самую вершину и там поставить на 3 маленьких камушка. Как бы тем самым олицетворяя свое большое чувство к вот этому божеству, как к валуну. А они, племя, вот эти 3 маленьких камушков, они таким образом просили извинения у этой величественной птицы. Вы знаете, что на горе множество сейдов, десятки сейдов. Птицы погибали, люди этого племени тащили эти валуны на гору, устраивали новые-новые сейды. А птицы все верили людям, они все летели над горой, летели, пока их стало становиться все меньше и меньше. И потом уже вожак, очевидно, избрал другой путь миграции. Они стали обходить эту гору и не доверять тому племени, которая вот жила на горе. Они больше не пролетали через гору. А люди, потеряв свое божество, они тоже куда-то исчезли. С Карелии, с нашей планеты Земля. Люди не могут без богов. Люди не могут без чего-то, что является выше, чем их. И вот давно уже нет этих людей, но память о них осталась в виде этих потрясающих сейдов, которые находятся на горе Ваттавара. Память и птицы величественной, и тому племени, которая так их обожествляла. В Петрозаводске найдена горная река. Река Лососинка – это не равнинная река, а горная. Высота ее истока – 186 метров над уровнем моря. Высота же устья – 35 метров над уровнем моря. То есть 150 метров падения за совсем небольшое расстояние до впадания в Онежское озеро. Я нашел в Петрозаводске горную речку, река Лососинка. Это горная река. Она берет свой исток из озера Лососиное. А Онежское озеро – это ее устье. И перепад составляет 135 метров. Это достаточно большой перепад для реки. Вы посмотрите, какое бурное течение у нее. А если представить еще, что на ней поставишь плотину, и когда нужно, ты мощь воды отпускаешь, это вообще огромная сила. А давайте сейчас вообще с пафосом скажу. А вы знаете, что город Петрозаводск, он родился вот благодаря вот этому ручейку. Ну, это же не река. Ну, что это такое? Ну, это ручеек. Это не ручеек. Это мощь России, которая создала Петровский завод. Мощью этой реки лососинницы сверлили жерла пушек на Петровском заводе. Вот что такое эта река. А вы знаете, что эта река могла создавать наводнение в городе Петрозаводске? Это было тоже такое явление. Было огромное сбор воды, водохранилище на месте нынешнего стадиона «Спартак». Какой был чудесный пляж. Он сегодня является неофициальный пляж. На том месте раньше пускали в советское время только платно. Пять копеек брали со взрослого человека и три копейки с ребенка. Трехметровые вышки для купания, потому что это было водохранилище. На лодочках люди катались. Вот так могли использовать эту речку, нашу речку Лососинку, благодаря которой вот создан наш город. На этом сегодня все. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин